всем здравствуйте я рада приветствовать на нашей передаче где мы анализируем практические советы для поддержания хорошего здоровья и сегодня я бы хотела вместе с вами проанализировать несколько правил основных правил приема пищи для того чтобы поддержать хорошее пищеварение многие люди в настоящее время жалуются что у них болит желудок что плохо переваривается и усваивается пища и задают вопрос что же делать чтобы поддержать свое хорошее пищеварение так вот оказывается если есть несколько моментов которые стоит учесть чтобы поддержать хорошее пищеварение во-первых между приемами пищи необходимо соблюдать интервал который состоит из 5 часов то есть завтрак прием пищи завтрак интервал 5 часов обед интервал 5 часов ужин также за один прием пищи необходимо употреблять два или три вида блюда не стоит нагромождать свою еду многочисленным количеством блюд еще необходимо употреблять жидкость но необходимо ее употреблять за час до еды и за два часа после еды потому что жидкость усваивается в начале а потом желудок переваривает еду которая поступила в него если же вы съели какое-то определенное количество еды а затем выпили что-то жидкое то желудку необходимо остановиться усвоить сначала всю жидкость высосать ее оттуда скажем так а потом переваривать далее продукты и теперь давайте приступим к нашим правилам основным правилам я их пронумеровала и буду как о каждом отдельно рассказывать вкратце и так правило номер один отдых перед едой если человек работает тяжело и физически то перед тем как приступить приема пищи ему необходимо отдохнуть отдохнуть в прохладном и спокойном месте потому что у человека после сильной нагрузки выделяется очень мало желудочного сока сначала ли отдохните выпейте стакан воды успокойтесь а потом приступайте к приему пищи следующее правило правило номер два хорошее настроение во время еды почаще улыбайтесь и способствуйте хорошему настроению наше пищеварение тесно связано с нервной системой и чрезмерное интеллектуальное напряжение негативно воздействует на пищеварительные процессы поэтому необходимо избегать во время приема пищи грустных бесед ссор разборок забот или осуществления сделок а также если вы чрезмерно напряжены или возбуждены то отдохните вначале успокойтесь а потом принимайте пищу также необходимо выключить радио или телевизор чтобы не отвлекали вас от еды и еще категорически нельзя использовать время приема пищи для того чтобы ругать детей или угрожать им наказанием потому что дети это воспринимают как негативные эмоции казалось бы радость во время еды ничего не стоит но на самом деле она бесценна следующий пункт правило номер три это качество и хороший вкус пищи пища делится на два типа есть легко усвояемые и тяжело усвояемые легко усвояемые это свежие продукты овощи фрукты зелень также пища приготовленная естественным путем и не подвергавшиеся тяжелой термической обработки тяжело усвояемые продукты это жареная пища пища животного происхождения а также блюда которые состоят из многих продуктов так вот тяжело усвояемые продукты очень затрудняют пищеварение и еще кроме качества необходимо также чтобы еда имела хороший вкус приятный вид и запах если вы ее видите она вам нравится она приятно пахнет вы с аппетитом и и кушайте и она вам очень легко усваивается следующий пункт номер четыре количество пищи каждый человек имеет определенный рацион или определенную порцию и для себя он сам формирует какая порция ему лучше но есть некоторые критерии которые способствуют формированию порции первое это количество продуктов питания для одного человека зависит от его двигательной активности если человек работает физически тяжело работает то ему необходимо много еды чтобы поддержать свои физические силы если же человек работает умственно то ему необходимая еда которая будет поддерживать его умственные способности еда особенно богата глюкозой а же витамины минералы и элементы есть также пища для сохранения или пища для работы есть люди которые болеют мало двигаются у них маленькая активность поэтому им необходимо питаться только также чтобы сохранить или поддержать свое здоровье но люди которые работают много и тяжело то им необходимо достаточное количество пищи чтобы они могли физически работать также есть еще пища для роста то есть для маленьких детей которые развиваются для того чтобы они развивались им необходимо употреблять достаточное количество пищи теперь давайте посмотрим какие бывают крайности если порция слишком маленькая происходит физический упадок организм слабеет и становится восприимчивым болезням если же переедает то в этом случае тоже имеются тяжелые последствия во-первых человек очень сильно поправляется и это все сказывается на физическом состоянии человека нарушается работа сердца тяжесть на мышечную систему а также на нервную систему и на многие другие внутренние органы поэтому необходима золотая середина каждый человек для себя сам выбирает какая порция ему необходима зависит от его физической активности от рациона питания как он питается два раза в день три раза в день какие продукты он есть и как его желудок работает вот краткий анализ количества пищи далее номер пять необходимо тщательное пережевывание пищи каждый человек должен научиться тщательно пережевывать пищу рекомендуется пережевывать пищу около 30 секунд почему потому что пищеварение начинается у нас во рту вы должны себе представить вот вы сели есть и вас начался пищеварительный процесс поэтому вы должны есть медленно жуя чтобы еда смешивалась со слюной и таким образом желудок легче усваивал пищу которая поступает в него хорошо прожеванный продукт уже наполовину переварены далее номер шесть после еды рекомендуется отдых или прогулка почему во время пищеварения большое количество крови приливают к желудку и кишечнику и если вы дадите нагрузку на мышцы например начнете активно физически работать то это кровь как бы призывается обратно то есть она обратно оттекает оттекает куда к мышцам потому что вы начинаете физически активно работать либо если вы умственно работаете кровь оттекает к мозгу а также не рекомендуется после еды принимать ванну или душ потому что кровь оттекает к коже соблюдайте после еды интервал около часа рекомендуется легкая прогулка пешком выйдите на свежий воздух прогуляйтесь по парку посмотрите на природу на благословения которыми бог нас одарил дышите свежим воздухом и тогда ваше пищеварение будет очень легко проходить следующий пункт пункт номер семь необходим интервал между приемами пищи для того чтобы желудок хорошо работал ему необходимо определенное время до для отдыха для того чтобы железы выделяющие перещеварительные соки хорошо работали им тоже необходимо время для отдыха то есть вот смотрите железы скопили определенное количество сока еда поступила в желудок они выделили этот сок немножко отдыхают и потом вновь скапливают жидкость для того чтобы следующий прием пищи выделить необходимые пищеварительные соки поэтому нужно соблюдать строгий интервал между приемами пищи если жевать непрерывно в течение всего дня то пищеварительная система быстро выйдет из строя и итогом будет болезнь и виток наш восьмой пункт называется перерыв пи между приемом пищи и сном наш желудок состоит из мышц которые начинают работать когда в него поступает еда когда начинается процесс пищеварения но никакая мышца не может работать постоянно даже сердце которое оказалось бы активно постоянно активно треть времени находится в состоянии покоя представьте вы человек если вы будете постоянно физически активно работать долго вы сможете так работать я думаю нет вам необходим отдых так и вашему желудку необходим отдых мышцы желудка отдыхают тогда когда мы спим то есть ночью а если мы наедаемся на ночь то мышцы желудка вынуждены работать до полуночи а иногда и до утра в то время как другие части тела спокойно отдыхают и утром снова мы просыпаемся прием завтрака и опять желудок работает до вечера вечером наелся на ночь и опять желудок работает до утра таким образом он скоро из наш будет изнашиваем и будет вас сильно болеть итогом будет болезнь вот краткие правила которые я хотела сегодня вам рассказать проанализировать вместе с вами соблюдайте их и вы будете наслаждаться вашим здоровьем и бог вас благословит до скорых встреч и